Здравствуй, мама! Я стал жить с Андреем, моим однокурсником. Помните, с которым я приезжал прошлым летом к вам в деревню? Вы еще постелили нам вместе, а папа долго не мог успокоиться. Сняли комнату. Вдвоем же веселее. Сейчас делаем вне ремонта. Как кончим, обязательно пригласим вас в гости. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мама, пишите мне. Как вы, как папа. Вы ведь у меня уже очень старенькие. И мне это очень интересно. Ну а пока все. Ваш сын Николай. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да ну, все так удобнее. Это ж свежак. Чувствуешь, как пахнет? Это тебе не какой-нибудь генетически модифицированный продукт. Все натурально. Человек сам поймал, сам продал. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если хочешь знать, это правильно. Когда человек полезно питается. Это что? А? Что-что? Обои. Ах, обои! Какие? Моющиеся? Моющиеся. А я тебя какие просил купить? Какие? Светло-синие или светло-зеленые. Простые обои, без рисунка. Успокаивающие. А эти что? Беспокойные, что ли? Они тебя что, беспокоить будут? Я думал наоборот. Расслаблять. А давай сейчас вот это место, самое вкусное, сварим, а? Слушай, как предпочитаешь, с фасолью или так? Делай, что хочешь. Да тут вообще никого не интересует, что я хочу. Ну-ну-ну, все, успокойся. Меняем тему. Обед-обед. Нас ждет вкусный обед. Сейчас ты оценишь. Очередное письмо. Очередное. Да, интересно, как ты бы в этот раз меня похоронил. Андрей! И под каким именем? Андрей, положи на место. Андрей! Оп! Андрей! Я, конечно, понимаю. Тебе доктор посоветовал письма писать. Андрей, положи на место. Да, кстати, трагически погиб ваш любимый, ваш сын, сын и мой брат Александр. Мы ждали на подземной станции метро, я на минуту отвлекся, а потом, гляжу, нет его. Да, и так с единственным родственником, к тому же родным братом. Кто же кроме меня за твою комнату платить будет, а? А ты знаешь, я тоже хочу написать письмо. К маме. Только к такой, к супермаме, к матери всего английского народа. А что, я бы ей так отписал. Здравствуйте, королева. Моё имя, конечно, вам ничего не скажет, а ваше говорит мне о многом. Поэтому буду крат. Работа у вас тяжелая, ведь вам мать всего английского народа. Надо расслабляться. Давайте так. Бросайте все. Берите всю вашу семью, сына Чарльза и взойдите к нам. Отдохнете, да и вообще. Ждем вас по адресу город Екатеринбург, дом Ипатьева. По скрипту. Прихватите кухарку и личного доктора. Слушай, вот запах-то, а. Андрей. Это запах не от твоей рыбы. Да? Это вон оттуда пахнет. Я еще вчера заметил, мы как пол сковырнули, этот запах и пошел. Ты глянь, бугров сколько, а. Это ж теперь пол ровнять надо, покрытие покупать. Ну, это же столько растрат. Определенно. Надо будет хозяину сказать, чтобы цену за комнату сбавил. Ну, раз мы ее в божийский вид приводим. Андрей, а зачем мы вообще здесь что-то делаем, если тут воняет? Да. Так вот, вот точно оттуда. Угу. Так надо сначала? Что сначала? Да ну что сначала? Сначала потолок и стены, потом уже пол. Не, ну ты видел, что бы в магазине такое продавали? Андрей, убери от меня эту рыбу и вообще помоги мне лучше. Андрей. Да подожди ты. Андрей. Да не ссы. Не ссы. Давай, давай. Блин, трепица какая-то. Слушай, точно трепица. А может золото-то спрятал? Да конечно золото. Золото не пахнет, это какая-то рыба воняет. Давай. Мама! Да стой ты, подожди. Андрей, Андрей, это труп. Да труп. Его убили, под линолеум закатали. Так. Говорил ты, я смотрел потолок и обоин. Зачем ты линолеум стал трогать? Да он даже с новыми обоями сыром был трупом. Даже с новыми обоями. Так кто тебя вообще просил туда лезть-то? Дверь звонят. Так за руки за ноги, Андрей, что делать, дверь звонят. Андрей, что делать, дверь звонят. Дверь звонят, Андрей, Андрей, что делать? Дверь звонят. Да иди, открывай. А с этим что делать? Да иди, открывай. Открывай дверь, как есть. Здравствуйте, други. А, здравствуйте, Игорь Игоревич. Мы вас не ждали. А я вот решил заглянуть. Посмотреть, как вы тут устроились. Квартира, она ведь вещь какая. Сегодня я ее сдаю. Она одна. Как только в нее вселяются жильцы, она уже совсем другая. Здравствуйте. А это наш брат Александр. Пришел тут заболел и прилег. Под тенью шалаша на лыке и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Поразительно, да? Поразительно, как порой сходится. Поэзия жизнью пришел и заболел и слег. Слушайте, как-то он... Как-то он у вас неважно выглядит. А это он всегда у нас так неважно выглядит. Да вы присаживайтесь, Игорь Игоревич. Вы знаете, есть такой сорт людей. А их всегда. Выглядит неважно. Я лучше сяду. Угу. Извините, я вспомнил. Мне же надо выйти в туалет. Андрей! Андрей, я так больше не могу! Ну-ка, помоги мне! Быстро! Я понял, давай в обратно! Быстро! Здравствуйте! Извините, мы без стуга стали стучать, а дверь открыта. Аркадий! А это, это супруга моя. Гиря! Мы, ваши соседи, зашли, так сказать, наладить отношения и вообще по делу. Вы не обращайте внимания. Гиря после аборта поэтому не разговаривает. Женский шок, так сказать. Вы вдвоем? Да. А мы с Гирей все тоже вдвоем, да вдвоем. Мы, собственно, поэтому к вам и зашли. Знаете, расписались, когда еще молоды были. Не думали о разнообразиях половых отношений. А теперь это все и поперло. Даже приперло. Знаете, от монотонности. Может быть, поэтому нет желания заниматься всем этим. Чем? А вот вы. Вместе давно прилично. Достаточно. А мы с Гирей передачу по центральному телевидению смотрели. Так вот, в Европе что придумали? Когда монотонности, чтобы семью не разрушать, можно... меняться. Чем? С сожителями. Мужем, женой. А утром, утром обратно в семью. Свингеры, свингеры, как раз таких называют. И все прилично, все по договоренности. И разнообразие какое-то вносится. И от нас вы чего хотите? От вас. Да, от нас. Давайте меняться. Я вам... Гирю. А вы мне... вас. То есть, как это, зачем? Для сожительства. Да вы не волнуйтесь так, ведь это же не измена. А утром, утром все встанет на свои места. Как в Европе. Свинг-свинг и обратно в семью. Ангажемент в Мариинском. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Извините, все та же проблема. Чистая, женская. Еще раз, извините. Давай выкинем нахрен его отсюда в подъезд. Слушай, давай не мямли, бери его за ноги и тяни. А куда это вы его? Кого? Кого? Брата. Кого? Сашку. А кого вы несете? Сашку? Сашку? Ну, конечно, Сашку. Сашка! Санек! Так это, пошутить хотели. Ну, знаете, такая студенческая шутка есть. Человек засыпает кровати, а просыпается в коридоре на лестничной площадке. Голый. Что ж вы его не раздели? Так не успели. И он проснуться может. О! Проснуться. Одетым это не смешно. Да? Тогда мы его обратно это? Туда на диван это положим, да? На диван, говорю, положим, да? Вы, я вижу, тут ремонт затеяли. А я ведь вас хотел попросить и делать ремонт. Я потому и пришел. Слушайте, ведь вам же только лучше. Когда мы съедем у вас квартира, как новая будет. А когда хочешь сделать как лучше, только хуже получается. Что-то мне худо совсем. Кабачков с утра поел, вот и потею. И потею. Я сейчас выйду на минутку, а потом вернемся к нашим баранам. Он знал, знал, знал. Это он его под линолеум заложил, а нам тут парит. Да ничего он не знал. Если бы он знал, он бы его узнал. А он же не узнал его, поэтому не знал ничего. Да узнать это значит признать. Да что признать-то? Признать, что он его убил, а потом убить свидетелей. Сюда! Тут параден! Парни, понимаете, это зараза в жизни. Вдольт женится. Парни, понимаете, это зараза в жизни. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а за что нам это все? Наверное, ни за что. Потому что так еще страшнее и поучительней, когда ни за что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами все в порядке, Игорь Игоревич? У вас в туалете полно мангустов диких. А у вас все в порядке? У нас супер. Мы выпили за здоровье молодых. А где же сидят молодые? Что-то я их не вижу. Они же уже ушли. Фу. А то я подумал, что я опять ослеп. У меня такое бывает раз и не вижу. Причем не так, чтобы все не вижу, а только кого-то одного. Или часть ландшафта. Я даже поводыря завел. Собаку. Сембернара. Умнющая собака. Только вот как раз-то ее я видеть и перестал. Уилки. 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 Здесь нет вашей собаки, Игорь Игоревич. А брат ваш хам. Ушел и не попрощался. Он не ушел. Его украли. Я же вам говорил. Вот видите, браты, как садка жизнь человеческая. Водит человек на работу. У него появляется жена, дети. И вот он уже думает, что все всегда так и будет продолжать. Но нет. Вдруг его похищают. Или у него начинается зуд в гениталиях. Ни с того, ни с сего зудит и зудит. Или его закатывают в линолеум. Тогда все, вся схема рушится. Ужин не приносит удовольствие. И жена не может дать то, чего он хочет. Кто украл вашего брата? Соседи сверху. У них свадьба. Так. Действуем по следующей схеме. Первыми входите вы. Говорите, чтобы открытое окно и квартиры попал наш футбольный мяч. Проходите за стол. Узнаете, где спрятан ваш брат. Потом врываюсь я и отвлекаю гостей. Вы скрываетесь вместе с братом. Свечаемся здесь и варим пельмени. Вперед, други! Свадьба – это еще не конец. Свадьба – это только начало. Сигнал к отступлению. Три громких воздушных поцелуя. Свадьба – это только начало. Свадьба – это инициативуя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok